Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы снова делаем видео по заказу одного из наших любимых подписчиков. Милиция спрашивает, в каких случаях нужно использовать be? И после этого приводит единственный случай, с которым обычно возникает проблема, говорит, что здесь все понятно, но просит объяснить другие случаи использования be. Представляет меня довольно нелепое положение, но ладно, мне не привыкать. Давайте для начала разбираться, что такое be. Being — это глагол to be в инговой форме. То есть каждый раз, когда нам нужно использовать глагол to be в инговой форме, мы используем being. Cool — cool. Помимо этого, being может использоваться в качестве существительного, со значением создания, сущность, существо и так далее. Я создание из чистой солнечной энергии. Теперь вернемся к глаголу. Самый частый случай, когда нам встречается being — это когда он используется в группе времен continuous. Вообще глагол to be относится к стативным глаголам, или как их еще называют, глаголам состояния, и по идее не должен использоваться в группе времен continuous. Но мы делаем исключение в тех случаях, когда мы испытываем сильные эмоции и как бы забываем про грамматику. Почему ты сейчас такая хорошая? Второй по частотности использования в случае — это когда глагол to be используется в конструкциях, которые требуют использования герунгия. Какой смысл быть умным, если не можешь доказать это? И последний вариант — это эквивалент слова «будучи». Будучи в здравом уме и не в здравом теле. На сегодня все. Обязательно делитесь видео с друзьями и пишите комментарии. Это Арменин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...